друзья всем огромный привет даже не знаю как вот начать то весело влог как обычно но просто хочу сказать и предупредить заодно всех наших зрителей наших подписчиков и гостей нашего канала что у нас сейчас в семье произошло некоторое не очень такое приятное событие не то что не очень приятное крайне неприятное событие проблема можно сказать о которой мы не можем рассказать но по крайней мере пока возможно мы когда-нибудь поделимся расскажем но пока это такая прям проблема которую мы пытаемся решить и надеемся что она скоро разрешится не подумайте ничего трагичного это не касается ни жизни не смерти не каких-то там внешних каких-то факторов таких у нас чисто такая внутри семейная такая проблема в общем пока наши влоги наверное не будут такими веселыми я даже не уверена что они будут пока идти по два видео в день возможно будет одно видео возможно даже ну хотя я надеюсь что все таки будет в том же темпе происходить наши с вами встречи два раза в сутки нам так комфортно и насколько мы понимаем вам это комфортно я все время смотрю просто я я ведь я как будто бы не на вас смотри не на вас смотрю да как будто в сторону я просто камеру в руке держу и мне все время кажется если я буду смотреть не на себя а вот на вас то у меня камера съедет и вы будете видеть как-нибудь вот так вот поэтому и меня все время глаза немножечко не туда я смотрю все время чтобы картинка в картинке было потом мы наверное со временем вам расскажем о нашей этой проблеме и как она разрешилась наверное расскажем тогда когда она разрешится уже вот эта проблема не касается еще раз говорю каких-то внешних факторов там наши иммиграции там жизни и смерти каких-то наших близких нет это такая чисто внутри семейная проблема которую мы пытаемся сейчас решить в общем друзья пока наверное влоги будут такими не очень веселыми наверное вы знаете что мы всегда стараемся наш контент преподносим точнее наш контент как что-то такое развлекательное легкое и даже когда какая-то проблема мы все равно стараемся как-то улыбаться смеяться подшучивать как-то это все переводить что-то легкое такое вы вы же понимаете что мы такие же люди как и вы не у нас проблем то хватает жизни и с детьми и между нами и семейных и бытовых и денежных все всяких разных но вот тем не менее друзья пока наверное будет не очень веселые влоги но я надеюсь что эти влоги будут происходить также два раза в сутки потому что вот сейчас вот у меня вот нет никакого вот желания что-то снимать что-то монтировать что-то выкладывать но вы знаете я уже как будто бы небо не могу без общения с вами я вот знаете вот у меня утро начинается с ваших комментариев я всегда читаю вечер когда я ложусь спать укладываю детей я всегда читаю комментарии у меня все время знаете какое-то уже такое нужное для меня и для вас надеюсь какое-то вот общение между нами идет уже и мне она уже просто уже необходимо поэтому если вы знаете когда вот у нас было один влог в день выходил я понимаю что мне чего-то не хватает что мне еще чего-то не хватает и нужно как-то входить в прежний режим вот так что друзья надеюсь пока мы будем с вами встречаться также два раза в сутки если ничего не изменится ну и в общем день начинается всем хорошего дня ночи у кого что погнали друзья совсем забыла про свою вот эту заготовку решила сегодня приготовить и забыл что они у меня даже не сложены так остались на доске вот так вот получается вот такие вот кусочки отбитые куриной грудки я какие-то сейчас морозилку положу и несколько штук сейчас приготовить хочу обвалять на самом деле яйцо мука специи типа наггетсов и обжарить с рисом например на гарнир наверное рис сделаю подумаю вот друзья вот такие вот у меня получились отбивные сейчас я их положу в морозилку несколько штук оставлю и приготовлю и так друзья у меня разморозились отбивные грудки куриный а сейчас буду делать панировку такую возьму 2 яйца наверно 2 мне хватит какие-то специи сейчас посмотрю так сюда возьмем вот такую специю соль и я думаю взять конечно же чеснок это же все-таки курица можно еще карри взять но я не буду так специи немножко соли и чеснок так я разбил еще сюда одно яйцо потому что яички такие маленькие поэтому двух не будет точно недостаточно сейчас подожди он не заряжен ну и собственно все теперь обваливаем все эти отбивные в яйце обваливаем в муке у меня вот такая мука можно обваливать в емкости я просто посыплю на досточки поэтому все будет быстро предельно быстро так обваляли в муке посыпали точнее так друзья забыл сказать я еще это два раза буду делать то есть обваляли в муке обваляли опять в яйце потом опять в муке и потом уже на сковородочку так вот так друзья это выглядит рис сейчас покажу какой вов садись пожалуйста сейчас маша придет так рис вот такой куплены в азиатском магазине очень вкусный очень нам понравился я варю просто в воде чуть-чуть щепотка соли и чуть-чуть сахара чуть-чуть и получается просто очень вкусно вот взять пожалуйста эти прошло сейчас папа первый будет пробовать так я попробовала просто уже папа не первый будет пробовать я попробовала курочку довольно нежненько сочно получилось но мне понравилось да и попробуй я порезала чтобы ты не резал вот так и сказано что все не повод проискал соус не нашел и сейчас его случайно нашел сказал что ты соус как поставила подбросила спрятала на полдня а потом подбросил так папа в общем без соуса не может это не случилось без соуса да сначала попробуй без соуса мне кажется нормально не не очень сухая но грудка понятно нас в общении сухая нормально да и его она не пересушить на сковороде во время ее снять очень вкусно вкусно мне кажется и специи в меру да чуть-чуть чесночка чуть-чуть соли чуть-чуть очень вкусно очень нежно я отбивал отбивал это все молотком потом в панировке все это типа наггетсы до вкус как найдется это потому что домашняя и естественно с помидорчики огурчики болгарский перчик лучок зелень рис попробуй пожалуйста машка обожает его просто ну рассыпчатый ну вообще азиатский он не сильно рассыпчатый но он видишь как делается я пыталась такую пирамидку сделать почему потому что знаешь они вот такие штучки кладут и вот так вот тынс они же как хреб его используют иногда еще добавляют по моему чуть-чуть рисового уксуса и он тогда чуть-чуть ну и 2 там чешку и чуть-чуть такой оттенок кисленький в суши когда ты ешь вот это не знаю но вообще это такой который не рассыпчатый вот в такую плошечку вот так вот делают короче как хлеб сладкий да а я из-за маши маша любит когда чуть-чуть его сладче делаю как рисовая кашка сладенькая но тебе могу делать без сахара вообще ну нормально без разницы небольшой богу не крис вообще вам не нравится вот такой именно рис мне прям очень нравится то нормально все нормально будет всем на общем корочка получилась зачетно вообще вот такие вот отбивные также смашку накормим еще смашка придет наш не дай папа не дай вот папа идет внизу и до сутра не сильно да чё ты не жрешь ничё чё твоя маша придет придет твоя маша привет привет как дела у тебя жарко же жарко жарко когда так что вот кто и мэйсон так друзья ну что по заявкам трудящихся ну сегодня тихо дай вот тебя покажу чуть-чуть по заявкам друзья наших зрителей вас показываем нашего лаврушечку но это уже совсем другая прическа это уже не горшок изначально был горшок вот так вот просто вот так по периметру это был куда пошел это был полный пипец привет привет закрылся тут лежит дрыхнет махенькому мальчик тепло хорошо тихо спокойно да скажи никто не трогает на легкий ой лаврика кроватки лавруни лаврушка тебе нравится твоя стрижка нет давай еще пострижемся сходим в парикмахерскую не пойдем ну ладно ладно не пойдем давай мама тогда машинкой тебя пострижет под машинку давай совсем прям нет нет или попробуем хотя бы ну хорошо вот это вот не неровно это просто у него так волосы растут на самом деле ровно но но все 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 ладно красивый 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 мальчик мой зайчик ну в общем конечно стричь его это прям большая большая при большая проблема и самого самого при самого рождения у нас вот кто давно с нами видели видео когда еще в москве мы его стригли и этом снимала небольшое видео как мы стрижем его не надо не надо не надо когда мы его стригли в москве и какой был скандал истерика парикмахерская была очень такая ну давай что в общем парикмахерская была прям детская придетская с пузырями с мультиками машинками совсем на свете но все равно ничего не получилось и ничего не вышло и в принципе с тех пор за эти три даже больше года сколько три с половиной наверно он там маленький был совсем вообще ничего не изменилось осторожно вообще ничего не изменилось и мы ничего не можем сделать в общем у нас страшный крик истерика и в такой мастер йода мне так нравится вот эти вот складочки у него он такой классный лучше осторожно укусит съезд у тебя это от куклы рука валяется какая-то да мастер йода что на на забрала так что друзья вот такая вот петрушка в общем нам остается что сделать либо машинкой у меня просто машинка нуля че без насадок на хорош потому что стоять на месте без насадок и она только вот на лосы которую я во выборе на ней нет насадок она вот такая прям под ноль на общем либо вот так вот все сбривать либо новую машинку купить с насадками вот здесь вот короткая насадка а вот здесь и длинной насадкой так под динозаврика сделать и как вы хотя бы что-то мы изменим потому что это просто говорит что я красавчик не нравится поэтому пока без вариантов друзья пока вот так вот давай что надо сделать что она не отрывается милане у нас такая умничка на своем месте дрыхнет тетя лошадь наша смотрите купили вот эта вот штука вот это не самая большая мы когда купили она была просто гигантская но нам так казалось и вот это вот лач размер большой а есть джамба размер то есть это вообще для догов и там прямо на картинке док нарисован то есть я еще думал джамбу влач это большая куда еще джамба то думаю возьму такую а сейчас думаю что смотрю на этого тетю лошадь она же еще вырастет и надо было лач ой надо было это брать джамба как мило 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 и мило встречаем кать снова вечеринка снова вечеринка пришла до письма что там какая-то опять вечеринка потому что кондиционер там конечно все идем домой пошли катюндра катя автобус не можешь проводить катюрик как у тебя дела круто дела у тебя как у тебя школьный день прошло все хорошо что делали что за пати у вас будет завтра опять было теперь one two three долфин что такой долфин спать на и школа такая так называется маленькие дельфинчики будут чего-то там праздновать опять они же долфины до школы а это типа у них посвящением дельфины я так понимаю будет ты теперь дельфинчик будешь в школе да не да расскажи пожалуйста понимаешь что нибудь школе ничего что ребята говорят что учитель говорит понимаешь что нибудь понимаешь ничего не понимаю но весело тебе в школе весело ничего не понимаю но весело до катю не сгрызи у тебя последняя бутылка ты 2 уже потеряла ты можешь найти там бутылки своя нет вот и мы теперь не можем нас не пускают ну все короче нам опять папа в магазин опять покупать какие-нибудь печеньки сейчас поедем покойным только снится я сегодня хотела дать и замать а что нет и дома устала как лиза смажется заходи даже ли вам не надо справлять так не говоря вообще не говорю я знаю хотела прыгнуть поняла что тут ребенок прыгать нельзя она папа можно и на машу можно ходить давай все хватит уже пошли давай поднимайся пойдем давай давай не тормози потому что стираются здесь не нормально видно четко я виду что значит их пользуют пользуются конечно а именно на кунанах и так больно не важно капец что там у нас давай поднимайся расселась там на ступеньке о приятный сюрприз выкинула выкинула мася 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 он спал он реально накидывать когда спит да он сегодня весь день за ним бегает потому что чистый все катя в ванну в ванну в ванну ванну умничка ты моя ты моя красавица кто пошел заниматься спортом и кто еще пошли заниматься уточек смотреть да ну давайте удачки удачки да я в курсе да пока вижу удачки вижу лизу неудачи не сомневаюсь до джокер до тебя тут показывают мне давайте давайте ли сказала пять минут я горд еще их выдержу и домой приведу а не лиза пошла тут типа спортом позаниматься и тут на хвост двое упали а а а Продолжение следует...